Друзья, здравствуйте! Решила вместе с вами заквасить сныть. Я уже однажды её квасила. Мне очень понравился вкус. Такой лёгкий, квашеный, сельдереевый. И после этого мне всё никак не удавалось вовремя попасть туда, где она растёт. Но в этот раз почти удалось. Так, ну, приехала я чуть позже, чем надо. Потому что по-хорошему сныть нужно собирать на квашение. Когда она даже ещё не в фазе вот такого вот молоденького раскрывшегося листочка, а когда она... Сейчас попробую найти нужный размер. Когда она вот такого вот размера. То есть вот эти вот черешки с раскрывающимися листьями, они остаются после квашения очень такими хрустящими, нежными, ну и вкусными. Ну, поскольку уже как бы время спять не повернёшь, я нарву вот таких вот блестящих, ярко-зелёных, молоденьких листиков. И попробую их заквасить. Я думаю, это будет ненамного хуже. Вот видно, видно различие молоденьких листиков совсем, которые только вылазят, и тех, которые раскрылись. Вот те, что уже раскрылись и стали такие сизовато-зелёные, они более жёсткие. В принципе, их тоже можно на салат. Но гораздо вкуснее вот как раз вот такие вот совсем молоденькие. Они нежные. Вот консистенции вот на ощупь салата. Вот этого вот, ну классического. Сныть я буду квасить вместе с пером молодого чеснока. У меня в одном месте в саду он одичал. Вот такой вот нарост тоненький. И я хочу его добавить сверху, под гнёт. Значит, задача такая. Я сейчас мою сныть и чеснок. На трёхлитровую банку мне понадобится примерно сверху столовая ложка соли и мёд. Почему мёд, а не сахар? Потому что мёд придаёт рассолу такой бархатистый привкус, который мне очень нравится. Для квашеной сныти лучше срывать вот примерно вот такого вот вида листики. Это листик, который только раскрывается из петельки. Сныть она вылазит из земли петелькой. И вот как раз тот самый формат листиков, который самый твёрдый. И после квашения он самый приятный на вкус. То есть вот они такие плотненькие, хрустящие. Я нарвала разные степени готовности для квашения. Вот это вот явно для квашения. В общем, я нарвала и те, которые постарше, потому что подумала, что они прекрасно пойдут в салат. Вот это вот явно салатное. То есть, видите, оно уже такая более мягкая. Вот это вот пойдёт на квашение. То есть, видите, когда листики ещё собраны, такие вот нераскрывшиеся, они прекрасны для квашения. У них ещё черешок такой хрустящий, плотненький. Сейчас я рассортирую вот эту сныть на ту, которая пойдёт в салат, и ту, которую я заквашу в банке. Вы можете на дно банки положить зубчики чеснока. У меня зубчики закончились, поэтому я нарвала вот такое вот перо чеснока. Со всем края листиков я пообрывала. Вот, вкус чеснока будет от вот этой вот плотной части, такой пареевой. Ну и хочу сверху положить на сныть, чтобы она не всплывала. И дальше уже сверху положить гнёт. Вот, друзья, молодыми листиками снытья, ещё раз показываю, как выглядят молодые, я заполнила неплотно трёхлитровую банку. Листики, которые уже как бы перезревшие для квашения, я их отложила отдельно. Я сейчас с ними сделаю омлет. Они мне очень нравятся. Теперь сверху я положу для гнёта полукругом чесночные вот эти перья. После брожения вкус чеснока, он будет везде, во всём. Так, осталось вот это всё залить рассолом. Ориентировочно я в литре воды чистой размешаю, постараюсь растворить соль и мёд. Вы можете добавить какие угодно специи, я просто не вижу в этом необходимости. Насчёт литра жидкости, это так предварительно, потому что мне всегда трудно угадать. Друзья, не нашла ничего лучше для гнёта, чем вот эта вот ситечка из кружки. В принципе, нормальный диаметр, подходящий под горлышко этой трёхлитровой банки. И вот такую крышечку, чтобы пыль не попадала. Потом, по окончании брожения, я сверху насыплю, наверное, дроблёной горчицы. Вот. И одену такую вот полиэтиленовую крышку. И принцип такой, как вот, знаете, с квашением капусты. Вы сутки или полутора, полутора суток, по ощущениям, оставляете в тёплом месте до явного начала брожения, когда явно появятся пузырьки на всех листиках. То есть вот они будут пытаться подняться, но им будут мешать подниматься вот эти листики. И вам нужно будет приподнимать гнёт и чем-то туда вот вниз, ну, я не знаю, какой-нибудь длинной вилкой или ещё чем-то. В общем, протыкать это всё и стравливать вот эти пузырьки. Через сутки вы поставите в прохладное место, ну, например, в холодильник. И уже в холодильнике реже, ну, например, раз в сутки или два раза в сутки вы будете эти пузырьки стравливать. И по окончании, чтобы на границе воды и воздуха не начало расти какая-то, ну, такая неаппетитная грибница или ещё что-то, что обычно происходит вот в таких банках, вы насыпьте, например, молотой горчицы. Субтитры сделал DimaTorzok